Ребята, привет! Недавно наткнулся, что на Canon N50 вышло новое ПО. У меня стояло ПО 1.0.3, а вышло новое обновление 1.1.0. В общем-то, что хочу? Хочу вам рассказать, показать, где его взять, как его легко установить без танцев с бубном. Возможно, кому-то это будет полезно и не надо будет сильно вовсе углубляться. Поехали! Сейчас покажу все, как это делать. В принципе, ничего сложного в этом нет. Нам надо просто зайти на сайт, официальный сайт Canon, Canon.ru и забить либо в поиске ПО для Canon N50. В общем, попадаем мы вот на этот сайт. Далее. Драйверы для компа нам не нужны. Он определил нашу систему, нам нужна ПО для нашей же системы. Это чтобы установить. И вообще, очень удобная утилита. Достаточно. Тут перечисления, что можно установить. Тут целый пакет. Скачиваете весь пакет. Но устанавливать я бы вам посоветовал ручные настройки и отключить половину. Хотя много что интересного. Возможно, вам это понадобится. Нам именно нужна. Это Digital Photo Professional. Это что-то работает, кто фотограф и в общем работает с этим. Я ничего это не использую. Я записываю просто видео. Нам нужна из этого всего. Вот это. Утилити. EOS Утилити. То есть при установке вы можете выбрать чисто ее. Все. Здесь нажимаете загрузить. Соглашайтесь с условиями. Принять условия. А. Ну, здесь надо будет указать номер камеры. На камере есть серийный номер. Вот мой серийный номер. Все. И пошло скачивание. Далее нам понадобится зайти в эту вкладку. Прошивки. И в прошивках. Вот они. Наши кошки. Прошивки для самой камеры. Вышло оно от 7 октября 2020 года. Достаточно недавно. 1.0.3. Это вот 13 ноября 2019 года. Это именно та, которая стояла у меня. И вот новая вышла. 1.1.0. Здесь вы можете почитать подробную информацию, что именно изменили. Изменили не так много, но возможно некоторые вещи вам прямо будут полезны. Да я думаю, что если допилили, все-таки надо скачивать и пользоваться. Все, что изменили уже с правильной прошивкой. Все. Также отсюда мы просто скачиваем 1.1.0. И загружаем. Также соглашаемся. Принимаем. Все. Что мы делаем дальше? Есть два способа обновления. В принципе, оба наипростейшие. Я выбираю первый, который сейчас расскажу. Вы можете выбрать второй. Давайте по порядку. Первый способ. Для удобства я вытащил файл, который скачал, вот на рабочий стол. А это уже у меня установлено. В общем, EOS утилити этот. Чтобы установить, нам понадобится распаковать вот эту папку. Можете просто скопировать или распаковать, как вам удобно. И запустить. В ручной настройке можете выбрать чисто EOS утилити. Или установить все и посмотреть, какая программка работает с вашей камерой. Сделали. Вторая папка M50KISM. Это как раз таки наша прошивка для камеры. Здесь есть. FHIR. Расширение. Вот нам нужен будет вот этот вот файл. Что для этого мы делаем? Также распаковать все. Подключать камеру. Через microUSB. Запускайте EOS утилити. Заходим в настройки. ПО. И ищем этот файлик. На рабочем столе. Все. Запускаем. И обновляем нашу камеру. Есть и второй способ. Он не менее простой. Возможно, большинству этот способ будет легче. Вы просто достаете флешку из своей камеры. Подключаете ее к компу. Берете этот файл. С обновлением ПО. Именно для камеры. KISM. И кладете в корневую папку. Ну, то есть. Самую. Просто открываете флешку. И вот сюда кладете. Там будет папочка. Там уже остальные как к фоткам пробраться. Вы просто в самое начало здесь складываете. Заходите уже в камеру. В настройки. Открываете настройки ПО. И обновить. Камера сама определит ваш этот файл. Ну, что могу сказать. За пару дней на самом деле я особо ничего не снимал. Пока не знаем. Не ощутил какие-то прямо супер обновления. Если вы уже установили и пользуетесь. Можете мне в комментариях написать. На что стоит обратить внимание. Что изменилось. А я просто хотел поделиться с теми, кому возможно нужен совет. Или как быстро понять, как все это установить. Чтобы не париться. Время. Деньги, как говорится. У меня получается, что время не больше. В общем, ребят. Все это вода. Вам спасибо за просмотр. Если было полезно. Поддержите меня. Также подпишитесь на канал. Я буду снимать еще что-нибудь для вас обязательно. Спасибо вам честно за просмотр на сегодня. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok